Сегодня на традиционном аппаратном совещании были рассмотрены вопросы сельского хозяйства, образования, здравоохранения, управления социальной защитной населением и другое. Вел в совещании первый заместитель глава администрации Хасаевского района Загиргаджей Шпаташев. Мусим Али Султан, управляющий делами администрации, информировал о мероприятиях, где принимали участие глава района, их заместители и ответственные работники. 15 мая в муниципальном образовании села Новый Гатли состоялось торжественное мероприятие, посвященное 60-летию сани образования сельского поселения, где принял участие заместитель главы администрации по общественной безопасности Бакиевин Пашак Учукович. 17 мая в заседании района администрации состоял семинар совещания по инициативе Мобильного проектного офиса и Мобильного консультационного центра, действующего при агентстве по предпринимательству и инвестициях Республики Дагестан, где по искреннению был обозначен вопрос развития малого и среднего предпринимательства. Возглавил делегацию заместитель и руководитель агентства по предпринимательству Республики Дагестан Магомедов Гамид Амирхандибирович. открыл работу семинар-совещание заместитель главы администрации Муртузалиев Нурлагасанович. 17 мая в администрации муниципального района состоялось заседание Межведенственной комиссии по определению численности неработающего населения, учитываемое при расчете объемов страховых взносов из республиканского бюджета Республики Дагестан в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и повышения уровня собираемости страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации в режиме видеоконференц-связи под руководством заместителя-председателя правительства Республики Дагестан министра Минэкономразвития Республики Дагестан Юсуф Райдин Айдакадевич. В работе селекторного заседания принял участие заместитель главы администрации муниципального района Муртузалиев Нурлагасанович. 17 мая в Махачкале состоялось заседание Президиума Регионального политического совета партии «Единая Россия» по вопросу о ходе реализации федерального партийного проекта «Городская среда» и обсуждение ряда других вопросов под председательством секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» председателя Народного собрания Республики Дагестан Хизри Шиксаидова. В работе заседания принял участие глава муниципального района Салавджа Младшапевич. 17 мая в Махачкале под руководством премьер-министра Абусамада Гамидова состоялось совещание правительства Республики Дагестан, в рамках которого состоялось обсудение ряда актуальных вопросов, и в числе подведение итогов реализации мероприятий в рамках госпрограммы развития образования на 2013-2020 годы и повышение качества образования в Республике на 2017 год. В работе совещания принял участие первый заместитель главы администрации муниципального района Боташев Загир Гаджевич. 18 мая в муниципальном казенном учреждении Центра традиционной культуры народов России в муниципальном образовании Хасаевский район состоялось выездное совещание представителей отдела по вопросам миграции МВД Республики Дагестан для проведения мероприятия по вручению паспортов юным гражданам Хасаевского района, где принял участие Магомедов Магомед Рамазанович, начальник управления по вопросам миграции МВД по Республике Дагестан, открыл работу совещания глава муниципального района Салав Джамлад Шапевич. 19 мая в Исламском университете имени Саидбека Деитова в городе Хасаевер состоялся всероссийский конкурс молодых алимов и хафизов, где от администрации муниципального района принял участие заместитель представителя собрания депутатов муниципального района Лабазанов Магомед Магомедович, который от имени главы муниципального района поздравил отличившихся конкурсантов и вручил ценные подарки. В рамках объявленного месячника по санитарной очистке и благоустройству территорий населенных пунктов Хасаеверского района 22 мая в здании района администрации состоялось заседание комиссии по оценке санитарного состояния и благоустройства территорий населенных пунктов муниципального района. по вопросу предварительной итоги инспектирования членами комиссии по санитарно-очистке и благоустройству поселения Хасайевского района под председательством главы муниципального района Салава Джамлад Шапиевича. 30 мая состоится очередное плановое совещание активов районов по вопросу 1. Подведение итогов месячника по санитарно-очистке и благоустройству населенных пунктов. 2. О деятельности государственного бюджетного учреждения Республики Дагестан Хасайевское ветеринарное управление Хасайевского района садитач до 2016 год и задачах до конца 2017 год. 3. О ходе выполнения плана по сбору местных налогов, актуализации земельных участков, оформление государственной кадастровой недвижимости, введение по хозяйственному учету в электронном виде по программе ПАРУС и создание электронной базы данных в поселениях муниципальных образований. Практически завершен сев Яровых. Со слой из заметенной Елизбиева начальника управления сельского хозяйства остается тысячи гектаров до завершения Ярового сева. В селении Новый Костек подготовлен аэродром для малой авиации на случай появления саранчи. В районе на этой неделе завершается Яровой сев. На сегодняшний день Яровой сев проведен на площадь 32 тысячи гектаров, а столщик посеет тысячи гектаров. Подводим итоги посевов. Это отчет у нас называется «Четыре остатка», составляется на 1 июня. В хозяйственных районах сейчас полная подготовка комбайнов и другой техники. Специалисты управления сельского хозяйства регулярно совместно с специалистами Российского центра обследуют сельхозы в Годи района. На момент выявления очагов саранчи, пока очагов не выявлено, вчера тоже выявляли, уезжали. В селе Новый Костек подготовили аэродром, он 30 лет не использовался, заросший был деревья, мы оскорчевали там, все осталось всего сделать планировку. Почти он готов, на всех случаях подготовили его. Основным вопросом совещания в районном управлении образования стал единый государственный экзамен. Проведен промежуточная ЕГЭ, а остальная работа проводится в штатном режиме, говорит Абдул Абдулаев, начальник районного управления образования. Вчера на очередном совещании работников управления образования основным вопросом осуждения было это промежуточная аттестация формы экзамена и контрольных работ образовательных организаций, и подготовка к единому государственному экзамену. Процесс промежутной артестации в районе идет в штатном режиме. Пункты для сдачи единого государственного экзамена полностью подготовлены. Тестирование прошло и получили лицензию МИЛ оборонзора Республики Дагестан. Сегодня состоится три часа совещания о ходе подготовки единого государственного экзамена. Проводится глава Республики Дагестана. Совещание принимает участие руководитель Рособоронзора Российской Федерации. Основной работой идет в штатном режиме заработной платы и по другим выплатам. Задолженности нет. 26 числа в Махачкале состоится совещание с участием начальника управления образования. Завтра у нас идет онлайн режим с руководителем пункта и организатором единого государственного экзамена. Идет и новое обучение организатору единого государственного экзамена. Работа проводится в образовательном учреждении с выездом на месте работников управления образования. В достигшей неделе в Центральной районной поликлинике принято 2010 больных, в том числе 915 детей. Основное внимание уделяется по предотвращению укусом клещей во избежание конго-крымской лихорадки. За истекшую неделю Сайтовской ЦРП было 2010 посещений, из них детей 915. При флюорообследовании выявлено трое больных с патологией. Они проконсультированы врачами нашей поликлиники и направлены на дополнительные исследования. Врачи, неврологи и онкологи выезжали в селение Покровское для осмотра тяжелых больных на дому. Всего за неделю флюорообследование охвачено 347 человек. Состоялся выезд еще детской бригады в селение Сосли и в селение Дзержинское, где осмотрено и обследованы детей, 205 детей. Все участковые терапевты, врачи у нас прошли онконастороженность, электронный образовательный курс называется, прошли у нас в поликлинике онконастороженность и ранняя диагностика онкологических заболеваний, практики врача первого звена. Все они сертифицированы, все прошли успешно. Врачам, наркологам и терапевтам района подготовлено успешное проведение и проведена акция. Все мы участвовали в СтопСПИД нашей районной поликлинике. Здесь на горке сфотографировались и проходящим раздавали эти ленты. Провели вот такую мощную акцию, СтопСПИД называется. К 19.05 проведено семинарские занятия со всеми медицинскими работниками по профилактике особо опасных инфекций. Чума, холера, конго, крымская геморрагическая лихорадка на базе инфекционной больницы города Махачковой. После семинара была аттестация по данным вопросам. Также с апреля месяца у нас проводятся мониторы по укусам клещей с целью предупреждения конго-крымской геморрагической лихорадки. Наблюдение за укушенными ведется в течение 14 дней. Ежедневно проводится плановая работа по проведению профпривы. Также эпидемиологическая обстановка по району благополучная. Порог вирусов инфекций не превышает нормативы. Поступило финансирование по некоторым категориям граждан, говорит Махтебек Махтебеков, исполняющий обязанности начальника управления социальной защиты населения. От президента Российской Федерации, семерым ветеранам труда, достигшим 90 и больше лет, вручены поздравительные открытки. Работал в обычном режиме, все отделы вели в прием граждан. У нас поступило финансирование по отделу детских пособий. Это единовременное пророждение ребенка, ежемесячно по уходу до полутора лет и ежемесячно до 16. Финансирование поступило в полном объеме, сформированы ведомости и направлены в доставочные учреждения. Также у нас по ЖКУ поступили средства по работникам села. Это педагогические работники по июнь 2016 года финансирования, многодетные семьи по мае 2016 года финансирования, ветеранам труда по декабрь 2016 года. По всем остальным категориям финансирования нет. По мере поступления также будем направлять средства получателям. У нас 5 мая 2017 года внесены изменения в закон о реабилитированных гражданах при поддержке жертвы политических репрессий. С 5 числа, если граждане получали 50% льготы на семью, 50% будут получать только лишь на себя. Эти изменения с 5 мая действуют. Сейчас мы будем собирать необходимые документы для этого, информируя население, чистое средства массовой информации. Это, конечно же, для населения плохо отразится в финансовом плане. Закон уже принят. Также у нас поступили средства ЕДВ по декабрь 2016 года. Это ветераны труда и жертв политических репрессий и реабилитированные лица по февраль 2017 года. По остальным категориям финансирования тоже ждем финансирования. По мере поступления будем также производить финансирование. Мы также получили жилищные сертикаты для инвалидов. На этой неделе два сертиката получили. Это сертикат получил инвалид из селения Новососатли и Адилятар. Эти сертикаты были вручены получателям. Мы им объяснили дальнейшие их действия, какие документы они должны предоставить для дальнейшего перечисления средств продавцам тех домов, которые они будут приобретать. Также мы вручили персональные поздравления. На этой неделе от президента Российской Федерации поступило 7 персональных поздравлений. Это по разным населенным пунктам выехали специалисты, вручили эти открытки и торжественные обстановки, поздравили юбиляров. А так работают в обычном режиме, ждем финансирования. На истекшей неделе проведено ряд мероприятий, посвященные юбилеям российских и дагестанских поэтов. Об этом сообщил Идрис Загалов, начальник отдела культуры, национальной политики и туризма. В прошлой неделе ко дню славянской письменности провела ряд мероприятий страны библиотечной системы, которые организовали тематические беседы, конкурсы, викторины и дискуссы. Была определена тематика мероприятий, как мы говорим, речевой этикет, подключать в удивительную струк, страну поэзию, любимые поэты. Также была проведена викторина для детей, Чуковский и Маршак детям. Читаем стихи Азатагамзатова, Расул Гамзатова, Смурадина Юсупова, Рашида Рашидова, Амбара Аджива и других. В центре традиционного коллекса состоится отчетный концерт завтра детской школы искусства. Программа очень насыщенная, подключение к участию воспитанники филиаловую школу Могилевская, Сиву, Хостек, Эндерей. Всего на сцену выйдут завтра около 120 детей нашей школы искусства. И много программ, если кому интересно, посмотреть танцы наши с наших детей, приглашаем всех. Центральная юридическая система готовится к открытию месячника Пушкинской книги, которая включает в себя организацию конкурса чтения произведения Александра Сергеевича Пушкина, организация электронного музыкального гостиной, оформление книжных выставок по произведению Александра Сергеевича Пушкина. Также 25 мая все учреждения культуры района вплоть до работных районов подключены к организации проведения в школах последнего звонка. 25 числа Центральная библиотека отмечает свой профессиональный праздник День библиотеки. Во всех филиалах, 48 филиалах, будет проведено День библиотеки. Также детская школа с 22 по 24 пройдет мастер-класс и для детей по гончарному делу Ярмака мастера Силина Суликент, Силина Аксай по традиционному тастероплетению и Силина Куруша по изобразителям искусства по мотивам сказок Александра Сергеевича Пушкина. Прошел второй этап сдачи ГТО, сообщает Ахмед Исаков, начальник отдела физико-культуры, спорта и делам молодежи. Также на следующей неделе прошли ряд спортивных соревнований по волейболу, мини-футболу, тяжелой атлетике, китайском боксе и вольной борьбе. С 17 по 19 числа в городе Хасают в Центре Тресирования Хасаютского района прошел муниципальный второй этап по сдаче ГТО. Это с первой по шестой ступени, где принял участие 600 человек. Это третий этап, республиканский этап в городе Махачкале в начале июня. И вот претенденты, которые уже показывали результаты на золотые, серебряные и бронзовые значки, повезем в Махачкалу в начале июня туда. 20 мая в середине Новогатри в рамках вселоссийского фестиваля Ден массового футбола прошли соревнования по футболу в середине молодежи. Приняли участие в третийских футбольных команд и плюс еще восемь команд из других городов и районов республики Дагестан. При вручении этого мероприятия 20-21 числа в поселке Бали-Урт прошел финальный этап первенства Дюшча и Али Порсукова по футболу в середине младших у меня уже 2003-2004 годов рождения. 21 числа в поселке Тукита это воскресенье прошло первенство Хосеевского района по волейболу в середине девушек до 18 лет. Это приуроченная она была в рамках республиканского фестиваля волейбола. 21 мая в Махачкале также проходил республиканский фестиваль волейбола в середине ветеранов. старше 40 лет тоже приняли участие наша команда из 32 команд наши заняли 4 место. Это старше 40 лет ветеранов проводили. В середине Тимиралу проводили соревнования среди юночи по тайскому боксу. Соревнования прошли организованные на хорошем уровне. Парень участия в мероприятии у нас с 19 по 21 число в городе Грозном прошелся российский турнир по волейболу с этим мужчин. Из нашего района выступали 10 человек из них 5 человек стали привьерами. Это воспитанники из дюшер-братьевы Архановых. По линии молодежной политики у нас 19 мая в середине Аксай прошел республиканский фестиваль форум возьмемся за руки, друзья в первенном участии представителей из 30 сел. Фестиваль прошел организован и на хорошем уровне. 25 числа в Баба-Юльтурском районе в середине Баба-Юльтур проводится семинар-совещение это совместно Министерство по делам молодежи Республикистан и комитетом по делам религии Мухтиад совместно семь человек от сюда должны выехать наши АТК мы выйдем молодежный центр религиозники телевидим со всеми с 25-го 10-го начала выйдем туда работаем по плану других вопросов имам Тин Кандауров руководитель межведомственной комиссии доложил что на территории Хасай-Юльтурского района имеется 13 банкетных залов 5 из которых зарегистрированы налоговой инспекцией комиссия проводила проверку деятельность банкетных залов на территории Ассурбского района на сегодняшний день точно можем утверждать что на территории муниципалитета действует 13 банкетных залов тот который был на той неделе мы еще не обладали информацией совместно с работниками полиции установили хозяина собственника данного данного объекта оказался житель города также в общем у нас по району у двух банкетных залов собственники городские жители что мы привели их к госгосударственной регистрации так как данная деятельность не подпадает под единый налог на минеральный доход используется режим налогообложения упрощенной системы данный налог поступает по месту прописки регистрированного предпринимателя по неформальной занятости тоже в базу которую мы берем ежедекадно данные два налогоплательщика которые мы регистрируем они идут в зачет города но государственная регистрация у них будет так как прописаны они в городе у них по системе налогообложения идет городский в городской бюджет в городскую администрацию также о проделанной работе выступили Руслан Чураев руководитель пресс-службы главы Маржанат Хамаова главный специалист Ростат управления Магомед Султанбеков исполняющий обязанности начальника Межрегионгаз Махачкала Чубая Хасаева главный специалист управления экономики Салим Джумаков заместитель начальника полиции отдела НВД по Хасаевскому району и другие 25 мая во всех школах пройдут последние звонки назначены ответственные и от имени главы района будут поздравлять выпускников с последним звонком после этого и других объявлений аппаратное совершение завершилось субтитры